В Омске по факту падения ледяной глыбы на ребенка возбудили уголовное дело. Комснега серьезно травмировал 10-летнюю девочку. Сейчас она в больнице. По версии следствия, в произошедшем виновны сотрудники управляющей компании. Однако учредитель обслуживающей организации утверждает, что школьница пострадала из-за бездействия представителей компании сотовой связи. Кто в суде ответит за подорванное здоровье ребенка, разберутся силовики, а пока врачи продолжают борьбу за жизнь девочки. Сегодня ей сделали еще одну операцию. Что думают об этом родители пострадавшей и кто будет оплачивать расходы на лечение, узнали наши корреспонденты. ЧП произошло на улице Лобково, рядом с железнодорожным вокзалом. Сюда на конечную остановку маршруток шли бабушка с внучкой. Они из поселка Ачаир. В Омск приехали за покупками. Зашли в салон сотовой связи. Здесь на крыльце на ребенка упала глыба льда. Установлено, что обслуживание жилого дома проводит управляющая компания ООО «Труд». И действием работников этой компании, которые вовремя не убрали снег, будет дана строгая юридическая оценка. Мама пострадавшей Татьяна Грызова рассказала, что сегодня дочке сделали вторую операцию. Ребенка госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу номер 3 с травмой живота и переломом ключицы. Школьница по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Татьяна считает, что в случившемся виноваты сотрудники управляющей компании. Как вы считаете, в произошедшем есть вина управляющая компания? Конечно, а кто? Их пересадить надо в тяжелом состоянии. И эмоции. Все, подбиво там, наверное, есть. И телезенка, и печень. Дом номер 3 по улице Лобкова жилой. Обслуживает его управляющая компания «Труд». Поэтому именно действия ее сотрудников в первую очередь будут оценивать следователи. Уголовное дело возбудили по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В офисе уже провели обыск и изъяли документы. А сегодня для журналистов исчез директор обслуживающей организации. Это, похоже, стало новостью и для его секретаря. Сначалин вышел, сейчас зайдусь. Хорошо, спасибо. Да, говорят, он уехал в администрацию. А когда будет? Ну ничего не сказали, когда он будет. Отвечать за директора управляющей компании пришлось соучредителю, Александру Лихачеву. Он считает, что сотрудники обслуживающей организации сработали без нарушений. Налить, по мнению Лихачева, упало на ребенка не с крыши дома, а с козырька магазина на первом этаже. По сложившейся судебной практике наверняка накарут одного из наших работников, который отвечает за состояние крови. Там есть такая проблема, что установлена вывеска, и не только этого мегафона. Если вы там были, это же солнечная сторона, почему-то на крыше снега нет. А за вывеской мертвая для солнца зона, где железная конструкция. Потому, я подчеркиваю, это чисто мое личное мнение, и не для чего-то, так сказать, что с этой конструкцией, пауэр, этот вкусок. Ну а материально будете... Ну а куда мы денемся, конечно, да. Да, потому что ребенок-то чем виноват, естественно. Чем ребенок виноват. Поэтому, если она будет смотреть репортаж, пускай бабушка двигается на Чайковского 66 и решает эти вопросы. Сейчас снег возле злополучного крыльца уже растает. Но, по словам очевидцев, исследователей глыба была большая. Она бы не смогла упасть с вывески магазина, ведь ее конструкция, наоборот, задерживает снег. Еще одно доказательство того, что налет летела с крыши дома, оторванная буква в названии салона. Она исчезла сразу после ЧП.